От книги памяти до настольных игр. Слободская молодежь решила покреативить и представила на суд экспертного совета самые разные проекты. Лучшие воплотятся в жизнь. Так проект под названием «Слободская акустика» педагог 7-й школы Иван Полушкин придумал для того, чтобы молодое поколение активнее занималось музыкальным творчеством. Идею перенял от кировской молодежи. Один знакомый паренек, он предложил, давайте просто соберемся на площади, поиграем. И вот тут как раз, можно сказать, такой подходящий момент выдался. И я предложил, вот ребят, есть такая тема, сделать нормально, чтобы не так вот мы там, допустим, в плохую погоду мы бы собрались и давай на гитарах играть. А именно, чтобы все было культуно, чтобы мы собрались кругом людей, попели определенные песни, пообщались, познакомились, там чай попили. Собираться поклонники музыки планируют в Доме детского творчества не реже одного раза в два месяца. Участникам представится возможность исполнять по три композиции – собственного сочинения, а также русского и зарубежного авторов. Если мы подразумеваем гитару, лично у меня мнение складывается, это, конечно, всегда рок идет, да, но не только. Есть поп-рок, есть там, ну, различные жанры. Что хотят они, то и могут исполнять. Главное, чтобы песни были без брони. Всего на конкурс было представлено 12 идей по различным направлениям. Это молодежное самоуправление, патриотическое воспитание, развитие творческого потенциала слабожан, профилактика правонарушений, развитие волонтерской деятельности. Мы сможем расширить спектр возрастные границы участников проектов и привлечь не только учащуюся молодежь, но и тех, кто работает на предприятиях города. Очень приятно, что авторы молодежных проектов пришли со своей командой. То есть мы уверены в том, что эти проекты будут реализованы. Финансирование будет осуществляться из бюджета города Слободского, но не в полном объеме, который был заявлен авторами проекта, а пропорционально этапам реализации проекта. То есть мы профинансируем проект настолько, насколько он будет успешно реализован. Среди идей, которые направлены и на творческую самореализацию молодежи, и на профилактику правонарушений, проект «Социальный спектакль». Социальный спектакль – это форма театральной постановки, которая подразумевает интерактив со зрителями. Участники представляют на сцене актуальную для них тему, ее решение. Зрители активно участвуют в обсуждении и предлагают свои варианты решения проблем. Решить проблемы, только сходив на спектакль, конечно, нельзя, но сделать выводы непременно можно. Старт проекта планируется уже в октябре. Апофеозом станет фестиваль социальных спектаклей в городе Слободском. Поражаюсь, насколько интересна молодежь в нашем городе, какие интересные идеи в их головах созревают. Очень важный и нужный, наверное, и следовало бы поддержать книгу памяти про учителей. Обязательно нужно опубликовать это, сделать. Но как там очень финансово сложно. Экспертный совет одобрил все 12 идей. Молодежные инициативы город поддерживает третий год подряд. Специалисты администрации подчеркивают, важно не навязывать молодежную политику, а слышать идеи самой молодежи и помогать их реализовывать.